Хорошо, а что вот, на самом деле, главное вид чувства, в котором пребывает сам Путин и удерживает всех своих подопечных, это ведь чувство страха. Это чувство страха. Вот он не рассказывает ни о своей личной жизни, ни о своей биографии теперешней, ни о своей семье. Мы можем сказать, предположить, что это чувство какой-то безопасности, но, на самом деле, семья президента Зеленского не в меньшей безопасности находится, чем семья любого другого президента, но это не обрастает никакой тайной, никакими домыслами. Вот эти шутки про, он позволит, это мой первый двойник, он сказал. То есть это какое-то такое неуважение и страх, я бы так сформулировала. Как долго Россия сможет генерировать такие чувства и продолжать в этом существовать? Ну, это вопрос про то, когда это все поменяется. Здесь ничего нового я не скажу. Несколько факторов. Первый фактор – это сможет ли он подкрепить свою легитимность в марте следующего года, либо он будет президент с нарисованным результатом в духе Лукашенко. Второе. Когда именно элиты поймут, что от деда надо избавляться любой ценой? И когда они смогут на это решиться? И третий фактор – что будет на фронте? Потому что в случае военного поражения, конечно, Путин теряет власть. Если этого поражения не будет, то это, наверное, затянется еще на какое-то время. Но в любом случае, у меня ощущение, что до конца своего срока нового, шестого, наверное, или седьмого даже, здесь как считать, он не досидит. Хорошо, тогда поговорим об этих смелых людях, которые могут ускорить этот финал. Что вам известно про Екатерину Дунцову? Вот кандидат, который пытается бороться за место в Кремле и выдвигать свою кандидатуру на постпрезидента. Вы из любопытства спрашиваете? Или с какой-то целью? Нет, ну, во всяком случае, не из любопытства, но из журналистского так точно, да. Ну, из любопытства, потому что к борьбе за власть не имеет никакого отношения, вот. Но кандидат, в принципе, выглядит симпатичным. В штабе очень много моих знакомых. Ну, за попутство, Дмитрий, она хотя бы попыталась. Ну, подождите, на выборы она пока идет собирать подпись, а не на выборы идет. Это разные вещи. Скорее всего, не пустят мой прогноз, потому что молодая женщина, в принципе, без каких-то пятен в биографии, с нормальной вроде бы позицией, да, хотя она до конца мне не ясна, может быть фактором Тихановской, да. Поэтому я думаю, что именно поэтому ее не пустят. Ну, вот. Ее политические там взгляды мне не очень-то до конца понятны. Вот. Потому что она пытается говорить очень осторожно, лично я ее не знаю. Хотя говорят, что я где-то с ней пересекался, не помню, честно могу сказать. Но люди у нее в штабе приличные работают, на которых я могу положиться. Поэтому я и в любом случае желаю удачи с этим сбором подписи. Вот. Ребятам я передаю всегда, чтобы они берегли себя, были аккуратными. Но я думаю, что уже через месяц мы будем комментировать совершенно другие вещи. Не пустят никаких антивоенных кандидатов, способных что-то набрать. А что известно вам о судьбе самого Навального? Потому что разная противоречивая информация поступала. Его вот этот переезд, да, там его конвоировали в Москву. Якобы ему грозит еще там плюс три, три сроки за три года заключения. Потом была непонятная информация о том, что появилось. Опровержения, кстати, тоже не было. Вот зависла эта информация о том, что якобы он покончил жизнь самоубийством. Чего только мы не слышали на прошлой неделе. Развеите эти слухи? У меня нет никакой информации подтвержден. Вообще ни у кого нет этой информации. И у штаба Навального тоже нет. Единственное, Воля Романова опубликовала пост, что якобы он находится в больничке, где-то там, в Владимирской области, в этой тюремной. Но подтверждения, опровержения этой информации не было, поэтому мне просто нечего добавить, к сожалению. Скажите, вот прошлая неделя была для нас знаковой, для нас здесь, в Украине, потому что мы понимаем, что начинаются переговорные процессы. В начале января он будет усилен, а вступление Украины в Европейский Союз. Насколько действительно это может возниметь какое-то действие на внутриполитические процессы в России? Как долго россияне захотят еще быть в числе лузеров, людей нерукопожатных? Потому что культура отмены – это ведь тоже понятие, которое теперь присуще русским. Скажите, пожалуйста, вот есть ли, или эта изоляция, в которой сейчас пребывают люди, оставшиеся в России, всех устраивает? Юль, так я вам могу сказать, что культура отмены, она только в России. Вот, например, Акунина сегодня, да, Григорьевича Тешвили, сегодня признали террористом или экстремистом, вот только что читал, как раз, когда вы мне позвонили. Вот, запрещают концерты в России, запрещают какие-то спектакли в России, сажают режиссеров в России. За рубежом никаких проблем нет. То есть, если есть желание сходить на какой-нибудь балет, посмотреть спектакль на русском языке, или послушать российских композиторов, никаких проблем с этим нигде нет. Потому что цивилизованный мир, конечно же, разделяет. Есть преступный режим, а есть великие имена, которые давно стали мировыми. Так что, никакой культуры отмена в мире, в принципе, нет. Ну, если мы не говорим об этом применительно к тому, что, либо в самой Украине, понятно почему, да, и в России, где Путин отменяет всех своих врагов. Понятно, что вся культура от Путина ушла. А это не культура, это шаманы какие-то, непонятные, странные люди, которые просто зарабатывают деньги и уже все свои таланты продали. Люди культуры не могут быть с Путиным. Люди культуры не могут поддерживать эту войну. Люди культуры не могут поддерживать военных преступников. Так что культура давно ушла от Путина. Отменил ее Путин сам внутри собственной страны. А скажите, а вот давайте поговорим о самом печальном сценарии, ну, чтобы наши союзники тоже понимали, потому что, мне кажется, сейчас как-то потеряна вот эта связь с этим будущим на тему пессимистических сценариев. Вот предположим, что Путин удается каким-то образом там заполучить победу. Каким будут дальнейшие сценарии? Формула мира, миропорядок, насколько он изменится? У вас есть? Нет, вот это все абстрактно звучит. Победа, поражение. Что такое победы в вашем понимании? Ну, для нас, давайте тогда определимся с критериями. А вы думаете, что критерии победы Украины и России, они разные? Ну, вы говорите, если Путин победит, что имеется в виду? Путин возьмет под контроль Украину? Нет, уже никогда. Заставит Украину подчиняться себе? Никогда. Сможет ли он Киев захватить? Сомневаюсь. Вот просто сомневаюсь. Ну, мы, по сути, по сегодняшней найденной подслужке в кабинете заложенного, мы понимаем, что какие-то шаги по дестабилизации могут быть предприняты, о чем, кстати, президент Зеленский говорит, как попытка. Ну, а все остальное, да, это поражение. Для Путина это уже поражение. Даже если он захватит вот эти 20% территории и удержит еще какое-то время. Да, теоретически он может еще удерживать. Теоретически, если не будет помощи Запада. Ну, это поражение. Потому что, во-первых, зачем эта территория нужна? Своя не обустроим. Раз, да. Второе. Значит, эту территорию надо восстанавливать. Третье. Страна будет под санкцией в изоляции. Ну, то есть, это же поражение. Это не про победу. Ну, то есть, если сейчас спросить у граждан России, нужна ли Авдеевка, или как там она, да, называется, кому-либо. И кто-нибудь может показать ее на карте? Никто не покажет. То есть, это все какие-то там хотелки Путина, которые многие-то не разделяют. Даже социологи пока 70% мечтают о том, чтобы это закончилось. По-разному. Да, закончилось. Но, тем не менее, все хотят, чтобы закончилось. Значит, если не будет военного поражения, там, с возвращением Крыма, Украине и прочее-прочее. Ну, да. Значит, он на этом будет где-то год продавать гражданам, как победа. Год это будет работать. Больше, мне кажется, вряд ли. Потому что, ну, кому такая победа нужна, когда у тебя яйца дорожают? Да, когда в изоляции, когда нет справедливости. Когда ты даже выйти не можешь с плакатом, если недоволен хоть чем-то. Стройка у тебя, свалка где-нибудь под окнами. Ты не можешь даже выйти протестовать. То есть, даже если вот все закончится, вот мы берем, да, худший вариант, Путин удерживает территории, то кормить победой, да, вот этими сказками он может, ну, максимум год. Потом люди начнут задавать вопрос, а в чем мы так плохо живем, а что с яйцами, а что у нас там с картошкой, а еще с чем-то. И надо будет чем-то отвлекать внимание, чем, если война закончилась. Либо какую-то новую войну надо начинать. Ну, кстати, вот это, у этого большой риск. Либо ты должен как-то проводить реформы, но Путин на реформе ни на какие не способен. Ну, как оказалось. Да, ну и, кстати, нашим союзникам тоже важно понимать, что этой победы не будет. Путин не может победить только потому, что если даже предположить самый ужасный сценарий, это опять же, это история, основанная на страхе, это тюрьмы, это пытки, это лагеря. То есть он вот этого создает, вот эту как раз культуру. Хорошо. А давайте теперь предположим, что у российской оппозиции будет возможность каким-то образом влиять на внутреннюю политику. На сегодняшний день какие инструменты у вас есть? Ну, влиять на политику мы сможем тогда, когда закончится власть Путина. Я просто реалист. Сейчас мы можем влиять на общественное мнение в какой-то степени. И то достаточно в ограниченных форматах, потому что независимых СМИ нет. Вообще ни одного просто. Вот нужно понимать. На 140-миллионную страну ни одного независимого СМИ. Фейсбук закрыт, Инстаграм закрыт. Есть еще Телеграм, Ютуб, но это 20-30 миллионов человек максимум. Вот до кого мы и вместе с вами, кстати. Я имею в виду журналистов украинских, российских, независимых политиков, активистов. На круг мы охватываем примерно 20-25. Кто-то оптимистично называет цифру в 30 миллионов человек. Это много. Это достаточно для сформирования критической массы на час Х. А вот наступит этот час Х. Ну, то есть он точно наступит. Вопрос времени. Вот когда он наступит? Мы не знаем. И этот час Х наступит вследствие как раз тех причин, о которых я в самом начале сказал. Раскололит. Подтвердит, не подтвердит. Легитимность в марте. Ну и что будет на фронте? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok